В мясе ничего плохого нет. Когда и для чего установили Великий Пост? Религия и мировоззрение в мясе ничего плохого нет. Когда и для чего установили Великий Пост? Восемь часов РИА Новости, Сергей Пятаков, молитва в храме. РИА Новости, Сергей Пятаков. Молитва в храме. Архивное фото. Москва, 11 мар РИА Новости, Антон Скрипынов. Православные христиане вступают в Великий Пост самый строгий в году. И самый древний. О том, когда у верующих появились периоды особого воздержания от пищи и развлечений и для чего они им нужны, в материале Рея Новости. Великий спор. Как ни странно, Иисус Христос, о чем известно из Евангелия, не велел ученикам поститься. За что его критиковали фарисеи, которые, как и ученики Иоанна Крестителя, строго соблюдали посты, предписанные иудейским законом. И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни, приводит слова Христа Евангелист Матфей. Вчера, восемь часов перед кем можно не извиняться в прощенное воскресенье, но именно то обстоятельство, что речь явно шла об иудейских постах, уже в середине. Ай, веку нашей эры приведет к большому спору в христианской общине. Зачинщиками полемики выступили апостолы Павел и Петр. Один вместе с последователями считал, что нужно соблюдать закон, данный Моисею, в частности и в отношении еды, для ее накошерную и некошерную. Другой объяснял, что как раз христианам можно употреблять в пищу все. В истории христианства этот эпизод считается одним из ключевых и именно он побудил последователей Христа окончательно отделиться от иудейской общины. Сама идея поста стала гораздо глубже, чем просто исполнение предписания иудейского закона. Христиане придали ему новый смысл. Наш пост это подготовка к страстям христовым, к Пасхе, то есть встреча с Христом, объясняет профессор богословия Бздгу Протеерей Павел Хандзинский. В итоге все посты у ранних христиан, как считают историки, свелись к великому, приуроченному к празднику Пасхе, первому и главному с возникновения христианства. 4 марта, 8 часов. Блины не символ солнца вовсе. Откуда пошли традиции масляницы? Но тут в христианской общине разгорелся еще один спор, сколько должен длиться пост. В 190 году мученик Ирине Ильонске в письме Папе Римскому жаловался, некоторые, общины. Примечания редакторов, полагают, что пост нужно держать за час до начала Пасхи, некоторые за день, а кто-то за 40 часов. Были и такие, кто, буквально толкуя те самые слова Христа про жениха, постился в сам день Пасхи. Трудно определенно утверждать, каким был пост в первые века христианства. Слишком мало достоверных источников, отмечает отец Павел Хандзинский. Историки спорят, что представлял собой 40-часовой Великий пост. Было ли это полное воздержание от еды и питья, как принято сейчас за несколько часов до причащения, либо ограничения касались какой-то определенной пищи. 22 июля 2018 года, 08.00. Религия и мировоззрение. Зеленый соус. Бомба. Какие секреты таит монастырская кухня, как у монахов в относительно знакомом нам виде Великий пост оформился в «Фуо» веке, когда его стали соблюдать 40 дней. Почему именно 40? Доподлинно неизвестно. Это традиционное число. 40 лет иудеи ходили по пустыне, прежде чем пришли в землю обетованную. 40 дней, по Ветхому Завету, длилось ритуальное очищение от скверны. 40 дней спаситель постился в пустыне и так далее, говорит Хандзинский. Есть мнение, что такую продолжительность поста церковь установила под влиянием быстрорастущего монашества. Однако, по мнению богослова, эта точка зрения недостаточно и обоснована. 19 февраля 2018 года, 8 часов скоро умная в сторону. Как не располнить во время Великого поста монашество активно формируется в «Фу-В» веках, не раньше. Думаю, это параллельный процесс как минимум. Такие вещи не происходят по предписанию. Для становления традиции требуется время, считает отец Павел. Так или иначе, характерная для монахов аскеза, полное воздержание от каких-либо удовольствий главное в Великий пост. Отсюда и убеждение, что в это время нужно жить буквально по-монашески. Играть на повышение. Однако священники призывают не впадать в крайности. Религиозная жизнь не только христианская, а беспосильная аскеза вообще не мыслится. Потому что через некоторую жертву и преодоление строится духовная жизнь и сама личность. Первой аскезой была просьба Бога, чтобы Адам и Ева не вкушали плоды древа познания. И на этом основано любое общество. «Я, может, как большой орангутанг, хочу любую самку, но моя аскеза состоит в том, что я люблю одну женщину свою жену», — говорит известный церковный публицист протеерей Максим Первозванский. 20 марта 2018 года, 13 часов. «День без мяса, как стать вегетарианцем и зачем это нужно?» — рассказывают врачи-эндокринолог, диетолог Анастасия Плещева, певица Сати Казанова и этичный блогер Маргарита Морозова. «Главное, — объясняет он, — понимать, что любое воздержание и любая попытка серьезно воздействовать на собственную человеческую природу — это обоюдоострый меч, то есть может принести как пользу, так и вред. Все решается индивидуально чем питаться и как проводить досуг. Чем досуг более возвышен, тем лучше. А что у кого считается возвышенным — это очень по-разному, единых рекомендаций не существует. Известно, например, что в дореволюционной России на время Великого Поста закрывались театры. Но тот же праведный Иоанн Кронштадтский говорил, театры — это добро для тех, кто обычно выбирает злое. То есть театр способен указать на высшие смыслы тем, кто о таких вещах обычно не думает. А для человека, который об этом и так размышляет, театр будет игрой на понижение. А лучше всегда хоть немножко играть на повышение, советует отец Максим, 25 февраля 2018 года, 8 часов. О да, еда! Что вкусного приготовить в Великий Пост? В целом Великопастное время, вопреки распространенному мнению, вовсе не рассматривается как исключительный период отказа от всего плохого. По восточной долготы христианин должен избегать этого всегда. Наоборот, это время отказа от того, что не является плохим само по себе. В том, чтобы есть мясо, нет ничего плохого. Но в Пост мы от него отказываемся, чтобы снизить зависимость от еды, подчеркивает протеарей. Современный человек в Пост должен пытаться избавиться от своих типичных зависимостей. Если ты подсел на сериалы, компьютерные игры или еще что-то, самое время проверить, насколько сильно ты от этого зависим. И если у тебя начинается настоящая ломка от того, что ты не поиграл сегодня в танчики, значит, в Пост нужно отказаться от этого. Либо хотя бы попытаться резко сократить время сидения за компьютером. Тут главная правильная цель, заключает священник.